В первом полугодии текущего года Орехово-Зуевским городским прокурором было проверено 50 уголовных дел, поступивших от следователей с обвинительными заключениями. Некоторые из этих уголовных дел возвращались прокурором для дополнительного расследования. Это 8 уголовных дел. Что за дела направлены в суд? Это дела об убийствах, 9 дел, 2 уголовных дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 4 уголовных дела об изнасиловании, 4 дела о совершении насильственных действий сексуального характера и о других преступлениях. Большой общественный резонанс получил случай избиения медицинского работника жителям города Орехово-Зуево, который произошел 30 августа 2016 года в первой городской больнице. Расследование дела было поручено прокурором следственного отдела по городу Орехово-Зуево. 9 марта 2017 года в городской прокуратуре было утверждено обвинительное заключение по обвинению Мироненко в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью рентген-лаборанту рентгеновского кабинета поликлинического отделения указанного лечебного учреждения. Я могу сказать, что уголовное дело до настоящего времени судом не рассмотрено, но за совершение подобного преступления закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Организовать убийство супруги своего бывшего мужа решила 56-летняя жительница Орехово-Зуево. Развелась с ним пенсионерка 20 лет назад. Через время тот женился на другой. Но новая жена жутко не понравилась виновной, накопленная неприязнь переросла в ненависть. И однажды женщина решилась на крайние меры. Она решила найти заденежное вознаграждение непосредственного исполнителя преступления. И сотрудники полиции, узнав о ее намерениях, решили проверить, действительно ли это так, насколько серьезны эти намерения. И спланировали проведение оперативного эксперимента, в виде которого один из сотрудников полиции под видом исполнительного убийства связался с этой женщиной. И в ходе встречи она подтвердила свое намерение, что она действительно хочет убить потерпевшую. И предложила за это 100 тысяч рублей. Сотрудниками полиции была произведена инсценировка. Созданы такие условия, при которых обвиняемая поверила в то, что преступление на самом деле совершено. Она выплатила часть денежных средств, после чего была задержана. Уголовное дело также направлено в суд после утверждения прокурорного обвинительного заключения. До настоящего времени дело не рассмотрено. В этом случае могу сказать, что за подобного рода преступления грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. В 2017 обвинительное заключение было утверждено в городской прокуратуре по обвинению 8 жителей Орехово-Зуевского района и Владимирской области в совершении незаконной организации проведения азартных игр. В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 1 декабря 2015 года по 6 мая 2016 года указанные 8 лиц на территории сельского поселения Молодубинское, городичинского лесничества, в лесном массиве, в заброшенном здании организовали проведение азартных игр с использованием 25 игровых автоматов. Нужно сказать, что деятельность их была законспирирована хорошо. Попасть в это игорное заведение можно было только по предварительному звонку, причем сами же участники группы приезжали за лицом, которое хотело поучаствовать в азартных играх. Привозили его и увозили. Это было закрытое игорное заведение. В результате незаконной преступной деятельности эти лица извлекли доход чуть менее 4 миллионов рублей. Эта группа была разоплачена и 31 марта 2017 года уголовное дело направлено в суд. До настоящего времени оно также не рассмотрено, оно находится на рассмотрении. Всем участникам организованной группы грозит уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. Работа правоохранительных органов заслуживает положительной оценки по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В этом периоде раскрываемость убийств составила 90%, изнасилований 100%, раскрываемость преступлений также 100%. Могу сказать, что положительным результатом в деятельности прокуратуры, ну и следственного отдела, я думаю, является то, что в текущем периоде, 2017 года, нам удалось избежать вынесения судомоправдательных приговоров и возвращения уголовных дел прокурора для производства дополнительного расследования. Это определенный показатель нашей работы, качество нашей работы. Это значит, что, в общем-то, серьезных огрехов в работе не было. Вместе с тем, хочу отметить, что одним из недостатков в работе следственного отдела являются длительные сроки расследования уголовных дел. Могу сказать, что 54% уголовных дел, расследованных следственным отделом, расследованы с нарушением предусмотренных законов сроков расследования. Причем, большая часть таких дел расследованы свыше 6 месяцев. Мы считаем, что такая ситуация, в общем-то, недопустима, это слишком большие сроки. Здесь могу сказать для жителей нашего города, что если они стали участником уголовного судопроизводства, то есть являются по делу потерпевшим, может быть, подозреваемым, обвиняемым или в какой-то другой, в другом качестве участвуют. Они, если считают, что предварительное расследование необоснованно затянуто, могут обратиться с жалобой в прокуратуру или в суд именно на длительность расследования уголовного дела. В таком случае прокуратура отреагирует на данные факты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова